МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Антон Грабарев. Челябинская область вошла в пятерку регионов-лидеров по доведению федеральных субсидий агрария. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, которое ведет оперативный мониторинг. На начало августа из федерального и областного бюджета на поддержку отрасли в регионе перечислено в виде субсидий более миллиарда рублей. В Челябинской области на условиях софинансирования с федеральным бюджетом до аграриев доведено 73% ассигнований. В среднем по стране регионы довели до получателей 43% федеральных субсидий. На Южном Урале в этом году отремонтируют более 800 километров дорог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Дорожный фонд этого года составляет почти 20 миллиардов рублей. Около 44% из них составляют субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание автодорог. Сейчас реализуются следующие крупные объекты. Реконструкция Ленинградского моста в Челябинске, строительство моста Бакале, путепровод в Магнитогорске и другие. «Это ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей», подчеркнул губернатор Алексей Текслер в ходе завещания по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры области. Глава региона поставил задачу отслеживать сроки и качество ремонтных работ, подчеркнув важность контроля за строительством на местах. Добавим, по реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Челябинская область находится в зеленой зоне с кассовым освоением более 53%, что выше среднего уровня по России. По словам руководителя Миндор-Транса области Алексея Нечаева, уже ведется подготовительная работа к дорожным ремонтам в следующем году. На стройке в Магнитогорске рабочие нашли минометную мину 1930-х годов. Накануне в управление Росгвардии по Челябинской области поступил звонок. На производственной территории одного из предприятий на улице Кирова нашли предмет, внешне схожий с минометной миной. Его обнаружили рабочие во время строительных работ. На место выехали сотрудники группы разминирования Магнитогорского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области. Специалисты установили, что находка – корпус от 82-мм минометной мины 1930-х годов, не представляющий опасности для окружающих. Напомним, что ранее в поселке Новосавинском местные жители обнаружили четыре корпуса – 107-мм и 82-мм минометных мин 1930-х годов, также не представляющих опасность. В Магнитогорске планируют создать ресурсный класс, в котором смогут обучаться дети-аутисты. Его откроют в одной из школ города. Ресурсный класс – это класс, образованный при обычной школе, в котором смогут обучаться дети с особенностями развития. Впервые такой класс появился в 2019 году в Челябинске. В ресурсном классе с детьми-аутистами проводится как групповая коррекционно-образовательная работа, так и индивидуальная. И специалистов с такими детьми работает больше. Помимо учителя – это логопед, психолог, а также тьютеры. Специалисты, которые проводят тестирование детей, ведут с ними индивидуальные занятия, сопровождают ребенка на уроках в общеобразовательном классе. В зависимости от потребности ребенка, он может находиться в ресурсном классе как небольшую часть времени после занятий, так и большую часть учебного времени, посещая общеобразовательный класс по индивидуальному плану, пояснили в Управлении образования Магнитогорска. Ресурсный класс небольшой, для учеников составляется индивидуальная образовательная программа. Сейчас совместно с Министерством образования и науки Челябинской области решается вопрос финансирования данного проекта в Магнитогорске. ММК расширил программу промышленного туризма. В Магнитогорске разработали и запустили экскурсионные программы, объединившие огонь и воду. На катере по водной глади реки Урал уже прокатились первые экскурсанты с ветерком на шестиместном катере, а вокруг красивые пейзажи. Например, знаменитый на весь мир памятник тылфронту. Увидеть его с непривычного ракурса стало возможным благодаря новому проекту ММК. Водные экскурсии дополнили обширную программу промышленного туризма, говорит генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев. Действительно, серьезная достопримечательность города Магнитогорска, река Урал. Не в каждом городе вообще России, не в каждом крупном городе есть подобная возможность отдыхать на реке, гулять вдоль реки. Вот теперь появилась возможность пройти по реке, взглянуть на город за столько лет с неожиданного ракурса, увидеть, какой на самом деле город зеленый, красивый. Дополняют яркие впечатления увлекательные рассказы экскурсовода. Кто построил заводской пруд и почему у него именно такая форма? Как разбивался город, как строился комбинат и какую роль во всем этом сыграла река Урал? Рассказывает директор спортивного клуба «Металлург Магнитогорска» Дмитрий Шохов. С правой стороны мы идем, рассказываем про город, заходим до казачьей станицы, там разворачиваемся, идем с правой стороны, опять же, уже рассказываем про комбинат. То есть это как бы у нас совместное, то есть город и комбинат вместе. Чтобы шум мотора не мешал слушать экскурсовода, у каждого пассажира катера специальные наушники. 45 минут экскурсии, говорят первые ее участники, пролетают незаметно. Экскурсию оценил и глава Магнитогорска Сергей Берников. Я считаю, это очень здорово. Это надо, конечно же, развивать. И сегодня туризм является уже, наверное, неотъемлемой частью нашего города. В ближайшее время для горожан будет доступно три формата экскурсий. От короткого на 45 минут до варианта на 5-6 часов с посещением металлургического комбината. Первая игра предсезонки «Металлург» одержал волевую победу над Северсталью. Первую игру в рамках подготовки к новому сезону магнитогорская команда проводила в Минске. А уже в понедельник, 9 августа, в Магнитогорске стартует традиционный предсезонный хоккейный турнир «Мемориал Рамазана». Наша команда в первый день турнира сыграет против Нижнекамского нефтехимика. А 10 августа сразится с казанским «Акбарсом». 12 и 13 числа «Металлург» сыграет против «Амура» и «Сибири». Все матчи с участием магнитки будут начинаться в 19.00. На Южном Урале раньше срока стал созревать шиповник, который называют витаминным чемпионом. В национальном парке «Зигальга» сотрудники отмечают небывалый урожай. Вероятно, дать плоды на две недели раньше срока заставило жаркое лето. Плод шиповника – настоящий чемпион по содержанию полезных веществ. Кроме солей железа, марганца, фосфора, магния и кальция, в нем огромное количество аскорбиновой кислоты. В 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 50, чем в лимоне, отмечают специалисты нацпарка «Зигальга». Травники говорят, что перед тем, как заваривать свежесобранные ягоды шиповника, их обязательно нужно разрезать и очистить от ворсинок, которые сильно раздражают слизистую желудка. Кроме того, так напиток получится более насыщенным. По этой же причине сушеные ягоды рекомендуют раздробить перед завариванием. И о погоде по-прежнему жарко. 34 градуса обещают синоптики сегодня в Магнитогорске – небольшая облачность. Ветер преимущественно западный – 1,6 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 727 миллиметров ртутного столба. Однако уже в ближайшее время в Челебинской области ожидаются перепады атмосферного давления. Сначала оно упадет, а затем поднимется на несколько пунктов выше нормы. По информации гидрометцентра, падение ожидается к пятнице, а уже в понедельник будет 744 миллиметра ртутного столба. Одновременно с этим жара в регионе сменится похолоданием. С вами была программа «Вести Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова